Полиция Адыгея в октябре ежедневно продолжает регистрировать все новые факты дистанционного мошенничества. Согласно оперативным сводкам с подобными обращениями в органы внутренних дел в текущем месяце обратились более 20 жителей региона. И по-прежнему самой основной причиной потери ими сбережений, причем крупных, являются отсутствие бдительности и наивность. И еще что бы хотелось сказать. В каждом выпуске нашей программы все СМИ республики каждый день пишут и говорят об этом. Но насколько граждане беспечно относятся к своим накоплениям, безответственно берут большие кредиты. Об этом говорят многочисленные факты обмана со стороны аферистов. И последнее, с самих правил, чтобы обезопасить себя немного, никогда не ведите разговор о финансах, банковских картах и сим-картах с незнакомыми людьми, особенно по телефону. По чьей-то указке не берите кредиты и никому не сообщайте пин-коды из СМС-сообщений и свои персональные данные. Теперь возвращаемся к оперативной сводке полиции. Так, из общего числа потерпевших несколько человек понесли миллионные потери. По одному из таких случаев, недавно в полицию Майкопа обратился 44-летний местный житель. Незнакомцы предложили этому потерпевшему организовать легкий и быстрый способ заработка с помощью его личных вложений в онлайн-инвестиции. Заинтересовавшись данным предложением, мужчина доверился абсолютно посторонним людям и оформил на себя несколько кредитов. Затем, опять же, по рекомендации чужих людей, он постепенно перевел все собранные деньги на указанные ему счета. Сумма ущерба составила 1 миллион 885 тысяч рублей. Другой случай миллионной потери у 80-летнего Майкопчанина. Пожилой мужчина зарегистрировался на одном из сайтов для онлайн-заработка через инвестиции. И спустя время с ним на связь вышли незнакомцы, которые ему сообщили о прибыли и рассказали, как ее можно обналичить. Чтобы сделать это, Майкопчанина попросили выполнять ряд действий, которые должны были прежде всего вызвать у него большие сомнения. Это оформить договор купли-продажи своей жилплощади, который затем якобы будет расторгнут. Пенсионер, продав реально собственную квартиру, получил ее стоимость в 1 миллион 800 тысяч рублей и следом передал эти деньги прибывшему тут же к нему на дом незнакомцу.